Физкульт Физкульт Для того, чтобы нагнать как можно больше крови коленным суставом, разогнать, разогреть ноги, для того, чтобы провести полноценную, хорошую тренировку и самое главное, конечно же, безопасную. Сегодня вы будете видеть, как я учу Эбигал приседать и забегая наперед скажу, что буквально за 2-3 недели Эбигал научилась прекрасно выполнять приседания и становые тяги. Вот вы здесь видите гиперэкстензию Эбигал немножко переразгибает спину в поясничном отделе, что нам не нужно. Я ее подправлю. И естественно, это нехорошо для поясничного отдела. Поднимать ноги нужно только до параллели с корпусом. И вот этот станок называется гиперэкстензией. Повторяю в очередной раз, что только этот станок снимает нагрузку с поясницы, действует декомпрессионно на позвоночные, на межпозвоночные диски, приносит пользу вам, вашей спине, вашему здоровью. Выполняйте его всегда перед приседаниями. В 4-5 подходах, используя малое количество повторений с большими весами, чередуя это с небольшими весами и с более высоким количеством повторений. Будет вам здоровье и счастье. Никогда у вас не будет болеть поясница. А если есть проблемы, то они исчезнут. Смотрим. Подняли до параллели и опустили. Следующее, что нужно помнить, это легкая пауза вверху движения. Подняли ноги до параллели. Если вы, девушка, напрягли ягодичные мышцы, сделали паузу и только потом опускаемся. Парням по этому поводу можно не заморачиваться. Мы в первую очередь выполняем это упражнение с вами именно для здоровья, для его улучшения, для профилактики и для лечения грыш и протрузий. Если таковые у нас с вами присутствуют. Шикарнейший тренажер. У кого нет такого, ребята, находите варианты. Можно делать на фитболе, на высоком каком-нибудь возвышении, либо делать на том же станке для экстензии спины, развернувшись к нему лицом в противоположную сторону. Кто как находит способы, но способы находить нужно. Даже просто дома, лежа на полу, слегка оторвав ноги и слегка оторвав руки, так называемую лодочку выполняя, вы будете получать полезный эффект от этого упражнения. Естественно, не такой хороший, как выполняемый в движении, потому что лодочка все-таки статика. Но тот, кто хочет, находит варианты. Кто не хочет, ищет причины. Я надеюсь, что зрители моего канала разумные люди и найдут выход из положения, если у вас нет, к сожалению, данного станка. И вы никак не можете повлиять на администрацию клуба, чтобы вам его приобрели. Фирма «Матрикс», кстати, она работает и с Россией, насколько я знаю, тоже выпускает подобный тренажер. Сейчас мы будем учиться делать румынскую тягу. Обратите внимание, румынская тяга иногда еще называется как тяга на прямых ногах. Но придумал это какой-то идиот, другие идиоты подхватили, точно так же, как со станком экстензия и гиперэкстензия. И многие, кто не понимает, не разбирается, выполняют данное движение действительно на полностью прямых ногах. Ребята, если вы будете серьезно работать в таком упражнении, выпрямляя ноги полностью, травма вам гарантирована. Несмотря на то, что наши коленки будут слегка немного согнуты, вы будете получать колоссальную растяжку и колоссальный эффект от данного упражнения, что увидите уже через полтора месяца, как подросла мышца у Эбигал именно на бицепсе бедра. А я в первую очередь сейчас как раз таки и нацелен на то, чтобы у нее выросли бицепсы бедра и немножечко голень. Вверх у нее прекрасно развит, она сама с этим справилась, а вот с ногами необходимо поработать. Что нужно знать в румынской тяге? Румынская тяга. Всегда коленки согнуты слегка в верхней позиции и в нижней. И чем менее изменчив угол наклона при выполнении, тем больше эффекта. Но сразу у вас это не получится. Техника дается не всем сразу, не у всех хорошая растяжка. Но от тренировки к тренировке вы будете становиться лучше. И говорю я сейчас именно о технике. Помните, что лопаточки нужно держать всегда вместе. А вот сейчас вы видите короткая врезка, как тренируется Джанет. Джанет профессиональная спортсменка, выступающая спортсменка. Кстати, она помогает нам с Эйбигел именно в позировании. Потому что показывать позирование женское на себе как-то не очень у меня получается. Вернемся к нашим с вами баранам, к румынской тяге. Ноги при этом упражнении я советую ставить поуже. Эйбигел пока ищет свою удобную позицию. Хотите, чтобы вы гарантированно обезопасили себя от травмы. Начинайте движение, как будто вы хотите проломить попой стену. Убирайте попу как можно больше назад. Начинайте движение, как и в приседе, ягодицами назад. И при этом нужно, чтобы гриф штанги всегда касался и скользил по вашим ногам. Это залог гарантии безопасности. Старайтесь также, повторюсь, держать лопаточки вместе. Не всегда это получится, но это гарантирует то, что грудной отдел позвоночника не будет круглиться. Ну и, конечно, не стоит сильно загибать голову назад, как и в приседах. Это не очень хорошо. Все нарабатывается. Если у вас сразу не получается, не переживайте. Не стоит сразу, как и Эйбигел, видите, не опускается очень низко. В этом упражнении, кстати, это не столь важно. Важно чувствовать работающие мышцы и чувствовать, как они растягиваются. Я могу это сделать даже без штанги. И вам советую прочувствовать сначала движение перед тем, как переходить на веса. И не страшно, если у вас занимает это неделю, две, три, месяц, два месяца, даже полгода. Если вы будете отрабатывать технику, не уходя на большие веса, это будет очень и очень хорошо для вашего здоровья, для сохранения вашего здоровья и для дальнейшего результата. А теперь будем учить Эйбигел приседать. В принципе, как вы видите, неплохо. Несмотря на то, что коленки вверху разгибаются и коленки уходят немножко вперед. Из-за чего это? Как раз таки из-за того, что движение начинается с коленок. А движение должно начинаться с увода таза назад. Если коленки будут у вас изначально в верхней позиции уже немножечко согнуты, то вам будет легче прочувствовать это движение. И вы гораздо быстрее научитесь выполнять его. Очень важна техника. Очень важна техника для сохранения здоровья, для того, чтобы не появилось боли. Видите, я сразу обучаю Эйбигел садиться глубоко. Почему? Это может быть одной из причин боли в коленном суставе. Когда вы не глубоко садитесь, то мышцы ягодиц, а важно бицепсы бедра, не включаются в работу. И вы можете видеть девчонок с перекачанным квадрицепсом. К сожалению, парней редко встречаешь. Так вот, квадрицепс растет только в том случае, если вы садитесь не глубоко. И не так страшно это с эстетической точки зрения, как с точки сохранения здоровья. Потому что если квадрицепс, который и так сильнее, будет становиться еще сильнее и больше, в ущерб бицепсу бедра, то будет страдать коленка. Потому что мышцы бицепса бедра и мышцы квадрицепса, как бы мышцы антагонисты, они должны быть одинаково развиты, одинаково сильными, для того, чтобы поддерживать баланс в коленном суставе. Если одни мышцы сильнее других, это не очень хорошо, что сказывается болью потом в ваших коленках. Ничего страшного, учитесь приседать, и будет вам здоровье и счастье, большая и красивая попа, если вы девушка. И, конечно же, мощные ноги, если вы парень. Девчонки, не бойтесь перекачаться, вам это просто не грозит. Невозможно развить мышцы, как у парня, быть похожей на парня без применения анаполических андрогенных стероидов. Как бы тяжело вы не тренировались, вы будете становиться только красивее, только сексуальнее. Самое главное, я прошу вас обращать внимание именно на технику. Техника – залог сохранения нашего с вами здоровья. И только через призму сохранения здоровья мы можем просматривать уже улучшение нашего с вами внешнего состояния. Не забывайте, что у девушек изначально квадрицепс в два раза сильнее, чем бицепс бедра. И у большинства в три и в четыре раза больше. Вот именно этот дисбаланс и нужно исправлять. А наши с вами судьи считают, что если провести линию посредине бедра, квадрицепс и бицепс бедра должны быть одинаковыми у девушек. На это они обращают особое внимание. Но на самом деле, посмотрите фотографии, и вы увидите, что это действительно так. Ножка смотрится очень красиво, когда она разделена одной линией пополам. И бицепс бедра не уступает в размерах квадрицепсу. Сейчас вы видите, я часто использую низкую табуреточку, стульчик, для того, чтобы девчонкам и парням объяснить технику приседа. Именно, что нужно стараться, как будто приседать на далеко отставленную назад табуретку. Попробуйте присесть, вот чтобы сесть на стул. Вы же не садитесь так, чтобы колени уходили вперед, иначе вы просто пролетите мимо стула. В том-то и дело, ягодицы должны искать опору. Тогда движение получается идеальным, и как вы видите, коленки вообще не уходят вперед. Конечно, от индивидуальных антропометрических характеристик нашего тела зависит техника приседаний. И у каждого она будет своя. Если у вас нет возможности хорошо тренироваться в плане с тренером, которому вы доверяете, вы можете снимать свои видео, себя со стороны, сбоку, и контролировать процесс. Поверьте мне, я так часто делал сам, и когда вы видите себя со стороны, вы понимаете, что и как и где вам нужно подправить. Поэтому лучше всего сначала поработать над техникой, изучить ее вдоль и поперек, записать ее на свой жесткий диск, и потом вы не будете уже бояться, не будете беспокоиться о сохранении своего здоровья. Повторю, в приседаниях главное уводить попу назад, не разгибать коленки в верхней позиции, выполнять движения именно, чтобы основной вес тела всегда был на пятках, держать по возможности вместе с введенными лопатки, это будет обезопасивать наш грудной отдел позвоночника, и чтобы шея была естественным продолжением позвоночника. Не наклонять ее вниз и не выгибать ее сильно назад, как советуют многим тренера, даже, я видел, и профессиональные тренера. Это неправильно. Шейный отдел связан напрямую с поясничным отделом, и то, в каком положении ваша шея, влияет на то, в каком положении будет ваша спина, именно в поясничном отделе. Смотрите, как быстро Эбигейл учится. Я советую девчонкам приседать в широкой стойке. Носочки должны быть разведены в стороны, коленки двигаться по носкам и садиться глубоко. Старайтесь штангу класть не на шею, а на задние дельты и трапецию. Тогда шея будет меньше болеть, меньше опасность травмировать шею, и удобнее выполнять приседания, потому что штанга будет иметь три точки опоры, а не одну, как когда вы кладете гриф высоко. Можно начинать отрабатывать приседания, особенно если вы мелкий человечек, как и Эбигейл, с тонким грифом для кроссфита. Здесь все просто. В тренажере на самом деле выполнить упражнение неправильно сложно. Если вы знаете технические нюансы. В сгибаниях ног лежа такой нюанс самый важный один. Опять-таки, ваши коленки не должны висеть в воздухе далеко от лежака, и не должны лежать на нем. Они должны касаться сидушки. Тогда гарантировано, что вы не получите травму, ваши коленки не будут болеть. Сейчас современные тренажеры имеют море регулируемых характеристик, и вы можете подстроить под себя практически любой тренажер. Если, конечно, повторюсь, вы не такой маленький человечек, как Эбигейл. Нам с ней в этом плане сложно. Но я часто использую данное движение просто подавая Эбигейл гантель. Вы это увидите. Она зажимает ее между ступней и выполняет. Кстати, гораздо эффективнее, чем работать в тренажере. Но после тяжелой работы, особенно когда мы отрабатывали технику, нужно, чтобы мозги отдохнули, отключились, а вице-бедра должен получить работу. Вот здесь как раз-таки мы и работаем в тренажере. Выполняя уже один развиночный подход, так как ноги наши полностью разогреты, и 3-4 рабочих подхода на 12-15 повторений. Ноги внизу не нужно разгибать полностью, а вверху нужно поднять как можно выше. Валик может и должен касаться ваших ягодиц. Вверху также советую делать легкую паузу. Девчонки, пишите ваши вопросы в комментарии, предложения. Я на все буду отвечать. А мы с Эбигейл еще не раз покажем вам грамотные и правильные тренировки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен! Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok